В этот нагар я беру обычной буткой, то есть стараюсь это делать каждый раз, чтобы не было сильного нагара. Допустим, как периметру прошли, и салфеткой просто протерли все. Увечность чистая. Вот этот нагар, то есть тяжело убирать с этой стороны. И как я делаю, то есть раз где-то в два месяца, раз в два месяца я наливаю в чебуречницу воды, наливаю воду с моющим средством, выставляю температуру 70 градусов и оставляю на ночь. С утра приходишь, то есть все, что там накипело, весь этот нагар, он просто отваливает. Ну, наливать нужно по отметку, то есть вот как есть самая высокая отметка, может на сантиметр повыше. Потому что вода испаряется, вот и к утру ее практически не остается, она как раз по отметку буквы Н. А еще такой момент, то есть вот эта часть, она тоже снимается. Она бывает темнеет, она темнеет со временем и просто берете наждачную бумагу, нулевку. Вот. И ей просто проходите, прям нулевку, самую мелкую, то есть по-моему нулевку, и проходите. Прошли прям, прям под водой с лучшим средством, все это как, она блестит. Тоже это где-то раз в два месяца. Хотя, когда бывает, после того как прокипятишь, она становится делать. Так, заливаем масло опять. Ну, пошел осадок, конечно, немножко. Ну, он сейчас уйдет сквозь эти бюльки, он даже опять на дно. То есть, всегда будет показаться то, что масло чистое. Так. Добавляем сейчас все количество восьмого. Вот. И добавляем где-то на полтора два сантиметра выше буквы Н. Вот. У нас получается семь литров. Нет, семь с половиной, семь литров. Разливаем масло. Вот. Его хватает на один. Все, перчатки и бросил. Так, с этим все. Сuestos.